Всем привет! Сегодня у меня на обзоре новая беспроводная и самая, пожалуй, сихая мышь, и это Afatech Styler FG16CS Air. И в этом видео я расскажу все ее особенности, фишки и почему стоит ее взять даже геймеру. Одна из самых главных причин, почему стоит рассмотреть эту мышь, это цена. Цена не сильно большая за столь бюджетную мышку, накопить даже сможет школьник с обедов. И доступна эта мышь в любом магазине вашего города. И первое, давайте о чем поговорим, это по комплектации. Мышь пришла вот в такой упаковке, внутри у нас зарядный кабель Type-C, USB-адаптер и переходник, для того, чтобы адаптер можно было подключить к USB-переходнику и мышь подключить, например, к планшету, к ноутбуку, у которого есть Type-C и, в принципе, даже к телефону. Скажу вам одно, это довольно приятные ништяки за столь бюджетную мышку. Мышка выглядит симпатично и очень стильно, и, например, как многие не любят какие-то киберподсветки, то эта мышь действительно будет одним из лучших вариантов. Вес этой мыши действительно маленький и весит она всего лишь 73 грамма. Это очень мало, чтобы вы понимали разницу. Моя мышь, например, Redragon Legend Chrome X весит почти 200 грамм. Вот пример, смотрите. Поэтому разница сразу ощущается. Мышка маленькая и компактная. Она идеально подойдет для людей, у которых небольшие ладошки, но даже мне с большой рукой привыкнуть к этой мышке было достаточно легко. Кстати, дизайн мышки сделан так, что она подойдет как для управления правой рукой, так и левой. По материалам мышка сделана из приятного на ощупь пластика, и в руке ощущается приятно. Нет такого, что держишь какую-то ерунду. Колесико крутится приятно, как и во многих дорогих мышках, и, что самое главное, бесшумно. И вот, например, моя основная мышь Redragon. Перейдем к техническим характеристикам. Эта игровая мышь оснащена передовым сенсором с высоким разрешением, что обеспечивает точное и плавное отслеживание движений, а беспроводное соединение через радиоканал или Bluetooth гарантирует минимальные задержки. Тестировать эту мышь просто клацанием либо по Word, Excel, нет никакого смысла. А вот протестировать в парочку игр стоит. Давайте попробуем. В Dota 2 мышь себя чувствует просто восхитительно. Очень хорошо работает сенсор, не срывает, и на самом деле эта мышь держится в руке очень приятно. Мне мышка в этой игре очень понравилась, хоть я очень люблю Dota, и мне нужно чем больше кнопок, тем лучше, но с этой мышкой мне было очень комфортно. Следующая игра это CS GO, и поиграв 10 минут, я просто могу вам сказать одно. Эта мышка подходит и для игр, и для серфинга в интернете, и для всего. Вы просто посмотрите, как я делаю киллы с АВП. Так, заходим в Fortnite. В Fortnite мышка тоже, безусловно, работает, естественно, хорошо, вопросов тут тоже никаких нет. Ну и последняя игра для тестов, это будет самая динамическая игра из всех, и это Apex. Ребяточки, в Apex просто, ну, нет слов. Реально классно, вы просто посмотрите, как я играю. И знаете, вот пока я играл, у меня настиг вот такой интересный вопрос. Насколько тут стоит мощный аккумулятор, и насколько этого аккумулятора может хватать? По характеристикам, эта мышь предлагает впечатляющее время автономной работы. До 30 дней без подзарядки. Но когда приходит время зарядки, ей требуется всего лишь полтора часа зарядки, и этой мыши снова хватит ровно на месяц. Ну а если вдруг у вас мышка сядет во время игры, то вы ее можете всегда использовать прямо с проводом. То есть нет никаких проблем. Плюс разъем USB, это очень распространенный разъем. И найти такой провод у вас не составит никаких проблем. Итак, друзья, мы рассмотрели эту беспроводную игровую мышь во всех ее смыслах. Это стильный дизайн, дающая техническая характеристика, и долгий срок службы батареи делают ее прекрасным выбором для повседневного использования или даже для гейминга. Друзья, ну а на этом все. Нужно уже заканчивать видео, поэтому ставьте свои большие пальцы вверх, пишите комментарии, лайки, если вам понравилась эта мышка, и что думаете по этой мыши вообще. В принципе, напишите комментарии, я буду рад вашей оценке. Скоро будут новые обзоры по новым девайсам. Ну а мы с вами не прощаемся. Всем пока!